МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! С Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий дьякон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Всеволожске Иерей Константин Горбунов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Благословите нас на начало, пожалуйста! Господь благословит! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это рождественские традиции и суеверия. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, ну, если мы говорим о рождественских традициях, то, наверное, нужно посмотреть на глубину этой традиции, куда же она восходит. Как вы считаете? Да. Праздник Рождества Христова в Церкви празднуется приблизительно с IV века. До этого рождественские события воспоминались вместе с праздником Богоявления. И до сих пор мы находим некоторое сходство в структуре богослужения, праздника Рождества Христова и праздника Богоявления. В самые первые годы и десятилетия существования Церкви христиане больше внимания уделяли празднованию Пасхи, воспоминания страданий христовых. И сейчас у нас Пасха является самым главным праздником, но впоследствии христиане пришли к пониманию того, что, конечно, и пришествие Бога в мир также достойно того, чтобы праздновать это событие. Поэтому приблизительно с середины IV века начинают формироваться особые богослужения праздником Рождества Христова. — Батюшка, если мы говорим про Рождество, ведь оно было непосредственно связано с языческим праздником, тоже выпадавшим на зимнее время. И вот как Вы считаете, вот такое перерождение языческой традиции в традицию христианскую – это добро или это всё-таки некий такой компромисс? — Действительно, одна из версий установления даты праздника Рождества Христова заключается в том, что праздник Рождества Христова был установлен на день зимнего солнцестояния, каким оно было в то время, 25 декабря. Язычники в Римской империи и не только в Римской империи активно праздновали в этот день языческое празднество в честь солнца, но для христиан солнцем правда является Христос. Поэтому, хотя дата Рождества Христова и Священного Писания нам точно неизвестна, но весьма логично было установить празднование Рождества Христова именно на эту дату, на 25 декабря. И таким образом христианское празднование Рождества Христова стало вытеснять с собой языческое празднование в честь Бога солнца. Конечно, это правильно, что так было сделано. Бачка, а вот как Вы считаете, сейчас Новый год – это ведь тоже такой светский, не церковный праздник, и часто в христианской среде он так противопоставляется Рождеству. Есть ли смысл смотреть на Новый год как на праздник языческий, или всё-таки можно к нему относиться с таким добротой, с радушием и не отвергать его из своих семей? Если немножко исторический экскурс сделать, то можно сказать, что для древних евреев первым месяцем года являлся месяц Авив или Ниссан, тот месяц, который как раз мы празднуем воскресением Христова. Далее христиане стали совершать празднование церковного новолетия 1 сентября по старому стилю начала индикта. По одной из версий это связано с тем, что был принят в 313 году Миланский индикт императором Константином Великим, которым христианству была дарована свобода в Римской империи. Предположительно, с этим событием связано восстановление церковного новолетия 1 сентября. И до сих пор в церковных книгах мы видим, что начало индикта – это 1 сентября по старому стилю. Далее в России в 1700 году указом императора Петра I Новый год был установлен на 1 января по старому стилю. И сейчас есть такое выражение «старый Новый год», то есть это Новый год по старому стилю, 1 января. Совпадает это у нас с праздником Обрезня Господня и с праздником Святого Василия Великого. Поэтому, конечно, для нас более традиционно было бы вот этот день праздновать, тем более, что он уже не приходится на период Рождественского поста. Тот Новый год, который сейчас установлен в нашем государстве и во многих странах мира, приходится на период Рождественского поста. Поэтому нам, православным христианам, следует все-таки достаточно скромно проводить это время, не предаваясь пышному празднованию. Но, конечно, Новый год – это повод для того, чтобы помолиться Богу, попросить прощения за наши многочисленные грехи, которые мы совершили в уходящем году, и спросить благословения и помощи Божией на год наступающий. И мы должны помнить о том, что время – это для нас великий дар Божий, которым мы должны пользоваться для того, чтобы посвящать время, данное нам Богом, для нашего спасения. Поэтому, конечно, молитвенно вспоминуть события Нового года мы можем. Спасибо, Господи Батюшка. Позвольте, я вас немного прерву, потому что у нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните. Здравствуйте, я хотела бы задать вопрос. Можно ли носить два крестика? Один барин и один крещеный. Хорошо, спасибо большое за вопрос. Канонических правил, которые бы запрещали носить два крестика, нет. Но обычно миряне носят один крестик, а некоторые священники, которые получили второй крест в качестве награды, носят два наперстных креста. Спасибо, Господи Батюшка. Отец Константин, но все-таки, когда мы говорим о традиции, то чаще всего люди спрашивают, а что мне нужно делать? И вот что нужно делать на Рождество? На Рождество Христово, конечно, в первую очередь православному христианину нужно идти в храм для того, чтобы участвовать в рождественских богослужениях. И можно сказать, что весь рождественский пост – это есть период, когда Церковь готовит нас к празднованию Рождества Христова. Поэтому загодя, подойдя к решению этого вопроса, нужно начать по возможности соблюдать рождественский пост, размеряя, конечно, наши телесные силы, наши немощи. Но надо помнить, что рождественский пост – это не только период, когда мы воздерживаемся от определенных видов пищи, а это период, когда Церковь своими особыми богослужениями готовит нас к приближающемуся празднику Рождества Христова. И те, кто посещают храм многократно в течение рождественского поста и стараются внимательно слушать те песнопения, внимать проповедям, которые произносятся в храме в эти дни, могут заметить, что сама последовательность воспринимаемых событий и готовит нас к празднику Рождества Христова. 4 декабря совершается праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И само это событие, как говорится в песнопениях праздника введения, уже предвозвещает нам Христа. И в службе введения во храм Пресвятой Богородицы мы уже слышим рождественские песнопения. «Христос рождается славите, Христос с небес свящите» и другие песнопения рождественского канона. Далее, по ходу рождественского поста неоднократно совершается память святых пророков Божиих, в частности, 30 декабря память святого пророка Даниила и трёх благочестивых отроков, брошенных в печь в Вилонскую. Но мы должны вспомнить, что это событие, пребывание благочестивых отроков в пище, также является прообразом Рождества Христова. Два воскресных дня, предшествующих Рождеству Христову, то есть неделя святых праотец, неделя святых отец, это воскресные дни, когда мы вспоминаем тех святых, которые жили до пришествия Христова. Они жили ожиданием грядущего Спасителя, они имели веру в грядущего Спасителя, Спаситель ещё не пришёл, но они знали из пророчеств, что Спаситель придёт, и они, насколько могли, старались соблюдать заповеди Божии, установление Ветхого Завета и жить верой в грядущего Спасителя. Насколько же тяжело было этим святым людям по сравнению с нами. Мы живём в новозаветную эпоху, когда Христос уже пришёл, когда нам дарована благодать Божия в церковных таинствах, а святые праотцы ещё не имели такой благодати. Им нужно было больше своими силами трудиться для того, чтобы соблюдать заповеди Божии. И, конечно, своими силами человек не может в заповеди соблюсти, поэтому святые Ветхого Завета ощущали, осознавали свою немощь в исполнении заповедей Божьих и осознавали нужду в Христе Спасителе. И, как говорится в послании Става апостола Павла к евреям в 11 главе, там перечисляются различные подвиги, которые несли святые праотцы, но при этом говорится, что все они не получили обещанного. Все умиравшие в Ветхом Завете люди сходили душой во ад, и только Христос, когда пришёл на землю, когда Он пострадал до нашей грехи на кресте и сошёл душой своей, соединённой с Божеством во ад, тогда Христос вывел из ада святых праотцев Ветхого Завета, которые ожидали Его пришествия. Таким образом, и тема подготовки к Рождеству Христову, она уже соединяется с темой страданий Христа и воскресения Христова. То есть можно сказать, что и Рождественский пост, и праздник Рождества Христова уже предвозвещают нам и будущий Великий пост, и Страстную Седмицу, и праздник Воскресения Христова. Поэтому, конечно, православному христианину в Рождественский пост следует посещать эти богослужения и внимать тем наставлениям, которые Святая Церковь дает нам в эти дни. И в таком случае православный христианин сможет более осознанно принять участие в службах праздника Рождества Христова. В сам праздник Рождества Христова богослужение построено обычно следующим образом. В канун праздника Рождества Христова, который называется Рождественский Сочельник, совершается божественная литургия, после которой сразу же совершается Рождественская Вечерня, с чтением ветхозаветных паремий, повествующих о Рождестве Христовом. Далее, в большинстве храмов вечером в 17 или в 18 часов совершается всеночное бдение на камне праздника Рождества Христова, которое состоит из Великого Повечерия с пением «С нами Бог», разумеете, языцей, покоряйте, яков с нами Бог, это слава из книги пророка Исаии, а также совершается и лития с освящением хлебцев, пшеницы, вина и еле, совершается также и полиэленная утренняя с пением канона Рождеству Христову. И далее, самая главная рождественская служба – это божественная литургия, во многих храмах совершается ночная божественная литургия в ночь с 6 на 7 января, также во многих храмах совершается и поздняя божественная литургия, приблизительно в 10 часов утра, точное расписание богослужений, конечно, лучше узнать в своем храме, в который вы собираетесь прийти на рождественские богослужения. Батюшка, а вот завтра такой день своеобразный с точки зрения устава, завтра читаются царские часы. Как вы считаете, батюшка, это богослужение обязательное для посещения? И какие у него корни? – Часами называются краткие службы, которые совершались в определенное и совершаются по возможности в определенное время суток, считая вот восхода солнца, первый час, соответственно, это через час после восхода солнца, третий час через три часа, шестой час через шесть часов, и девятый час через девять часов после восхода солнца. В настоящее время при совершении царских часов эти службы соединяются вместе. Но относительно обязательности такого нету положения в уставе, что эта служба обязательная, но если человек хочет помолиться, если человек хочет лучше подготовиться к празднованию Рождества Христова, то, конечно, весьма желательно побывать на этой службе. Царские эти часы называются, потому что в древности даже цари старались присутствовать на этой службе. И на царских часах, в отличие от обычных часов, которые читаются у нас перед каждой божественной литургией, на царских часах поются еще особые песнопения, читаются отрывки Священного Писания Ветхого Завета по Риме, читаются отрывки из Апостола и отрывки из Евангелия, повествующего о Рождестве Христовом. Поэтому, конечно, присутствие на царских часах наилучшим образом подготавливает молящегося к службам Рождества Христова. Батюшка, ну вот сейчас с вами говорим больше о храмовой традиции, а что касается домашних традиций, сочельник, каким образом, может быть, провести его дома? Может быть, это как-то связано с пытом, с кухней? Может быть, это как-то связано, ну вот, допустим, традиция невкушения пищи до первой звезды? Насколько это сейчас актуально? Сочельником канона Рождества Христова называется потому, что как раз именно по домашним традициям в этот день было принято вкушать блюдо, да и сейчас желающие могут его приготовить, под названием Сочево. Это блюдо состоит из зерен пшеницы, к которым добавляется сладости, добавляется мед, могут добавляться фрукты. Тут уже каждый может сам приготовить это блюдо, как считает нужным. Вместо пшеницы можно взять какую-либо другую крупу, например, рис. То есть это блюдо является, с одной стороны, строго постным, но при этом оно является вкусным блюдом, и мы, не нарушая строгости поста, вкушая это блюдо, вместе с тем уже можем предвкушать им праздник Рождества Христова. Относительно времени вкушения Сочева, согласно уставу, вкушение пищи разрешается после окончания божественной литургии. В зависимости от того, на какой день приходится рождественский сочельник, соответственно, меняется и время совершения литургии. Если сочельник приходится на субботу, как в этом году, или воскресенье, то в таком случае литургия совершается утром, в обычное время, после нее сразу же совершается рождественская вечерня, и после этого уже можно вкушать пищу. Если же сочельник приходится на день с понедельника по пятницу, то по уставу сама литургия соединяется с вечерней, должна совершаться по уставу в более позднее время, и действительно, так могло случиться, что ее окончание уже могло приплетись на вечернее время. Хотя сейчас в большинстве храмов все-таки литургия всегда совершается утром. Поэтому здесь уже каждый по своим силам, по своему здоровью должен смотреть, может ли он не вкушать пищу, до позднего вечера, или нет. Все-таки устав говорит нам о вкушении по окончании божественной литургии. Ну, а о звезде воспоминания, видимо, связаны с тем, что и звезда Вифлеемская вела волхвов к пещере Ждества Христова. Спасибо, Господи, Батюшка. Позвольте, еще один звонок мы примем. Здравствуйте, Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда Вы звоните. Я звоню с Воронежа. Меня зовут Нина. Задавайте Ваши вопросы. С наступившим по основам года ведущий, Батюшка Константин. У меня такой вопрос. Мы в храме читаем савтырь 20 человек. На первой славе читается здравие, на второй об упокоении. А вот на третьей, что мне читать как? Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Церковным уставом это никак не регламентировано. Поэтому так и продолжайте читать, как Вы читаете, о здравии, о упокоении. Здесь уже каждый человек сам для себя решает, о чем ему помалиться на третьей славе. Спасибо большое, Батюшка. Отец Константин, мы с Вами уже что-то сказали о традиции, но о суевериях мы с Вами пока еще ничего не говорили. А все-таки в народном представлении и, может быть, к сожалению, даже в классике нашей русской сочельник связывается с нечистой силой, с гаданиями и прочим, и прочим. Батюшка, это все всерьез или все-таки понарошку? Согласно церковным канонам, гадание, колдовство, волшебство является текчайшим грехом еще в Ветхом Завете. Этот грех был запрещен и в Новом Завете. Он также запрещен святыми отцами положено серьезное наказание отлучение от церкви на годы для тех людей, которые занимаются колдовством. И если человек этим занимается и не прекращает этим заниматься, то по церковным канонам такой человек даже может быть отлучен от церкви. Мы должны понимать, что всякое колдовство, всякое волшебство – это дело дьявольское, а человек, принимая святое крещение, перед этим сам, если он в сознательном возрасте, или же его крестные восприемники, если крестный младенец, принимают крещальные обеты, отрекаются от сатаны, сочетаются к Христу. И отрекаясь от сатаны, мы в том числе отрекаемся и от какой бы то ни было возможности заниматься магией, колдовством и чем-то подобным. Ибо эти дела являются весьма богопротивными. То есть прямое общение с дьяволом для православного христианина это абсолютно недопустимо. Действительно, мы встречаем в русской классике упоминание о том, что такие занятия были, и, к сожалению, такие занятия некоторыми людьми сейчас совершаются, так называемые святочные гадания. Надо понимать, что это абсолютно не церковная традиция, это антицерковная традиция, традиция, которая категорически запрещается церковью, и заниматься этим православным христианом ни в коем случае нельзя. Если кто-то этим занимался, об этом обязательно нужно покаяться на исповеди и примириться с церковью после такого тяжкого греха, который ведет человека к отпадению от церкви. Батюшка, но если говорить о нечистой силе, действительно ли в дни сочельника мир невидимый прорывается в мир видимый, или же это все-таки суеверие? Я думаю, что суеверие, потому что для духов бесплотных, для них нет времени в нашем понимании, и падшие духи, они всегда стараются искушать нас, вовлекать в грех. Конечно, они могут использовать тельные поводы в нашем поведении для этого, но святой апостол Петр еще писал, что дьявол, как лев рыпающий, ищет кого поглотить. Через дьявол никогда не оставляет этих попыток, в том числе и в дни празднования Рождества Христова. Батюшка, но есть также в народе особое отношение к снам, особенно которые приходятся к той или иной дате, к памяти тех или иных почивших сродников, или к таким вот большим церковным праздникам. Как вы считаете, можно ли сны в канун Рождества воспринимать как какие-то особенные? Отношение к снам в церкви такое, что мы снам доверять не должны. Тут, правда, сразу может возникнуть вопрос, а как же ведь в Ветхом Завете многие святые получали откровение во сне, и даже в связи с историей Рождества Христова Иосиф, обручник Девы Марии, неоднократно получал откровение во сне, в том числе где ему сообщалось о том, что необходимо взять младенца Иисуса Христа и Матери выбежать в Египет, и волхвы получили откровение не возвращаться к Ироду. Но здесь надо заметить, что в те времена еще не было дано людям божественного откровения во всей его полноте. еще не было и священного писания нового завета в то время, не было богатой святоотеческой традиции, решений поселенских соборов, ничего этого тогда еще у людей не было. Поэтому тогда определенные откровения во сне могли быть. И то, мы видим, в Ветхом Завете в некоторых пророческих книгах Господь уже предостерегает людей от того, чтобы они не доверяли всем снам и не принимали бы всякий сон за божественное откровение. А мы сейчас, живя в эпоху Нового Завета, имея божественное откровение во всей необходимой нас полноте, абсолютно не нуждаемся в снах как источники откровения, поэтому с нами мы должны в данном случае пренебрегать, мы должны искать духовного наставления в церкви, мы должны изучать священное писание, изучать богослужебные песнопения, изучать решения вселенских соборов, отворениястых отцов церкви и отсюда черпать учение церковное и ни в коем случае не придавать снам никакого значения. Через сны человек может быть введен в искушение, может, поверив снам, впасть в тот или иной тяжкий грех, поэтому в настоящее время мы не должны воспринимать сны как источник откровения. Спасибо, Господи, Батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда Вы звоните? Звоню из Смоленска, меня зовут Нина. У меня такой вопрос. 7 декабря у меня умер муж и 15 января ему будет 40 дней. Я хотела бы узнать, как в том мире отмечается ли каким-то образом этот праздник Рождества Христова. Мне этот вопрос волнует. Спасибо большое. Извините имя Вашего мужа, пожалуйста. Александр. Александр. Спасибо, Господи. Мы все помолимся о упокоении новоприставленного Александра. Праздник Рождества Христова мы отмечаем здесь, на земле. Христос пришел на землю, Бог воплотился, Бог стал человеком, чтобы человек обожился, как об этом говорят святые отцы православной церкви. И именно здесь, на земле, мы и празднуем праздник Рождества Христова. А за усопших наших православных христиан мы должны молиться в любое время церковного года. Да, единственное, можно сказать, что по уставу церкви в сам праздник Рождества Христова не положено возносить заупокойную юктинью, то есть гласное поминовение усопших, но на проском индии священник может и в этот день помянуть усопшего, и в своих домашних молитвах, конечно, всегда мы можем молиться об усопших. Сам факт того, что сейчас у нас предрождественские не будет праздник Рождества Христова, само по себе это никак не влияет на участь усопшего, на участь усопшего влияет, во-первых, то, как он верил, как он жил, и в определенной степени, конечно, участь усопшего может быть улучшена теми молитвами, которые возносятся за него здесь членами церкви. Спасибо Господи, Батюшка. Отец Константин, если мы говорим о самом празднике Рождества Христова, о литургии мы уже сказали, о том, что это главное в празднике, но все-таки каково должно быть его продолжение? Пышное ли это застолье с разговлением, или, может быть, есть какие-то еще альтернативные варианты? По церковному уставу после божественной литургии в сам праздник Рождества Христова пост рождественский заканчивается. Кстати, надо заметить, что в этом году, поскольку Рождество Христово приходится на воскресный день, то по уставу будет совершаться литургия Василия Великого. Она несколько длиннее литургии Строн Златоуства, которая совершается в другие дни церковного года. По окончании божественной литургии полагается трапеза, на которой разрешается уже вкушение всех яств, но, как и всегда, православный христианин должен соблюдать умеренность в еде, не переедать, и уж ни в коем случае не предаваться избыточному употреблению алкогольных напитков. Мы должны, конечно, подкрепляясь телесно, вместе с тем и духовно продолжать праздновать Рождество Христово. в большинстве храмов в сам день Рождества Христова, то есть 7 января вечером, приблизительно в 17 часов, совершается краткая рождественская вечерня, торжественное богослужение, и по возможности хорошо и его посетить, чтобы продолжить прославление родившегося Бога-младенца Христа. Ну, а далее последующие дни называются святки или святые дни, и продолжаются у нас святки до 17 января включительно, а 18 января уже будет у нас крещенский сочельник. И на святках мы празднуем памяти многих святых угодников. Во-первых, конечно, 8 января мы празднуем память Пресвятой Богородицы, этот день называется Собор Пресвятой Богородицы, и в православной церкви существует обычай, согласно которому на следующий день после великих праздников совершается праздник в честь того лица, которое в наибольшей степени послужило событию празднуемого, и в данном случае именно Пресвятая Богородица в наибольшей степени послужило Рождеству Христово, поэтому следующий день после Рождества Христово это Собор Пресвятой Богородицы. Я также знаю, что в некоторых храмах в праздник Собора Пресвятой Богородицы проводится детская литургия, но это не во всех храмах, это там, где соответствующая возможность была подготовиться к такому служению. Батюшка, позвольте, я вас прерву ненадолго, мы еще вернемся как раз к этой же теме, а сейчас ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните. Вечер добрый, меня зовут Татьяна, я из Петербурга, хочу задать вопрос батюшки, вот какой, 17-е экофизма по усопшим. Вот Псалом 118-й до среды читается по имени Господи души усопшей, после среды читается упокой. Как правильно? Спасибо большое. В том случае, когда совершается полная панихида в храме, например, в родительскую субботу, то действительно к стихам Псалма до середины следует один припев, а к стихам второй половины экофизма следует другой припев. Это обычно совершается в родительские субботы, но при желании в домашней молитве также можно эти припевы добавить. 18-е экофизма она читается не только по усопшим. 17-е экофизма по уставу должна совершаться на некоторых воскресных сеночных бдениях вместо полиэлея, хотя в большинстве прихадских храмах все-таки сейчас в течение всего года на воскресных сеночных совершается полиэлея. Спасибо, Господи Батюшка. Мы с вами остановились на святках. Первый день нами пройден собор Пресвятой Богородицы. Осталось еще много дней. Чем их занять? Далее Святая Православная Церковь вспоминает память святых мучеников ифлеемских младенцев, которые пострадали за Христа от Ирода. Поскольку это событие произошло вскоре после Рождества Христова, то в один из ближайших дней после Рождества Христова Церковь совершает их память. А ближайший воскресный день после Рождества Христова называется неделя по Рождестве Христовом. По церковнославянске неделя это воскресный день, от слова не делать, то есть не работать. В этот день вспоминается память святого царя Давида, святого Иосифа Обручника и святого Иакова, брата Господня, тех святых, которые наибольшей степени связаны также с вспоминанием Рождества Христова. Царь Давид предсказывал о Рождестве Христовом и самому Давиду было предсказано пророком Нафаном, что от него произойдет Христос по плоти и Христа неоднократно. Его современники называли сын Давидов. Иосиф Обручник в наибольшей степени послужил Деве Марии и Иисусу Христу Богомладенцу, в том числе при бегстве в Египет. А по церковному преданию при бегстве в Египет святое семейство сопровождал и Иаков, брат Господень, то есть сын Иосифа Обручника от первого брака. Поэтому его память также вспоминается в воскресный день после Рождества Христова. Ну, а чем в святке можно заняться? Там уже с 9-го числа или с 8-го числа начинаются рабочие дни, поэтому большинство людей будут вынуждены просто работать. Но так те, кто могут по возможности посещать православные храмы, будут продолжаться рождественские песнопения в храмах на богослужении. И таким образом в течение недели празднуется Рождество Христово, а далее будет совершен праздник обрезания Господня, спадающий в память Святого Василия Великого. Это так называемый Старый Новый Год. А потом сразу наступит предпразднство Богоявления, те дни, когда мы будем уже готовиться к празднику Богоявления, к празднику Крещения Господня. Поэтому, конечно, проводить святки надо в духовной радости, поста в эти дни нет, поэтому, конечно, мы можем вкушать любую пищу, но при этом нужно соблюдать умеренность и не предаваться чрезмерному объедению, ни в коем случае не предаваться пьянству, для того, чтобы не осквернять святые праздничные дни с этими грехами, то есть проводить эти дни в радости о родившемся Христе Спасителе. И, конечно, нужно стараться этой радостью поделиться с другими людьми, с нашими близкими, знакомыми, у кого есть возможность как-то оказать материальную помощь ближним, для того, чтобы и они тоже приобщились к празднованию Рождества Христова. Также могут проводиться при церковно-приходских школах различные рождественские спектакли, постановки, на которых в том числе могут петься и народные рождественские песнопения, называемые колядками. Это вполне благочестивая традиция празднования Рождества Христова. Бойшка, ну вот что касается колядок, ведь это изначально западная традиция и даже язык колядок, да, то есть это язык западной части России, и как вы считаете, ну, эта традиция является универсальной для всей русской православной церкви? Ну, это не является строго церковной традицией, это народная традиция, но она вполне приемлема, да, есть очень хорошие колядки, которые по своему смыслу вполне соответствуют празднику Рождества Христова, поэтому вполне эти колядки можно исполнять во внебогослужебное время на рождественских праздниках внебогослужебных. Батюшка, ну вот вы уже затронули тему дел милосердия в период святок, а сейчас еще осталось несколько дней поста и это дни выходные, как вы считаете, что вы можете посоветовать из дел милосердия, которые можно успеть сейчас осуществить до Рождества Христова? Ну, каждый человек, наверное, сам знает каких-то своих ближних, которые нуждаются в его помощи, вот тем ближним, которых мы знаем, им и следует оказать помощь. Хотя, конечно, в церкви существует программа помощи заключенным, посещение хосписов, там можно как-то и приобщиться к этим программам, узнав в своем приходском храме или в епархиальном отделе благотворительности о том, как можно приложить свои силы в данном направлении. Спасибо, господин Мальчик. У нас звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Здравствуйте, хотел бы поприветствовать отца Константина, я звоню из города Селушка, Некрендер, Гардовка. Беспокоит Рад Божий Вадим, я бы хотел задать такой вопрос. Я из семьи, один хожу в храм, вот, а мама с папой не очень любят посещать храм, вот, и мама любит ездить к гадалкам и доверяет больше им, чем Слову Божию. А, как мне кажется, яйцо куры не учат, но я по этому поводу очень переживаю, как мне поступать. Беседы не помогают. Спасибо большое за вопрос ваш. Спасибо. Ну что, остается так повторить, что гадание является тягчайшим грехом. Переубедить маму в данном случае, наверное, очень трудно, остается только молиться за нее, может быть, со временем Господь как-то ее вразумит. Лучше избегать с ней споров на эту тему, лучше как можно меньше общаться на эту тему. Наверное, такой обстоятельств может быть. Господь сказал, не мир, но меч принес вам. Батюшка, ну вот мы так, благодаря звонку нашего телезрителя затронули тему вот таких неоднородных семей, семей, в которых, может быть, Рождество уже и не является какой-то такой доминантой. как вы считаете, каким образом человек верующий может в свою семью привнести вот эту радость рождественской вести? Если семья не отвергает в принципе празднование Рождества Христова, тогда, наверное, участие в таких вне богослужебных праздниках с пением колядок, наверное, оно может быть приемлемо в данном случае. Если члены семьи хоть в какой-то степени проявляют интерес к богослужению, можно пригласить их хотя бы просто поприсутствовать на том или ином богослужении или хотя бы на его части. Но насильно здесь никого не надо пытаться ничего заставлять делать, потому что Господь даровал нам свободу, свобода человека является одной из черт образа Божия, поэтому если человек не хочет приобщаться к вере православной, не хочет в частности праздновать Рождество Христово, насильно не надо пытаться его заставлять, можно только молиться об этом человеке, может быть, со временем к нему придет от Господа в разумление. Батюшка, я хотел у вас спросить, что касается походов в театр. Очень часто в рождественский период начинаются концерты с колядками и разнообразными рождественскими песнопениями. Можно ли считать вот такие походы занятием благочестивым? Вполне можно, да. Если там действительно все благопристойно, тогда можно. А вообще театр? Ну, отношение к театру, оно было у святых отцов довольно критическим, но в то время, в первые века христианства, театр представлял собой такое очень неблагочестивое зрелище. И сейчас, в настоящее время, есть какие-то очень неблагочестивые виды театральных постановок, вот, связанные с обнажением тела, может быть, какие-то другие неблагочестивые деяния там совершаются. Вот, святые отцы, конечно, очень негативно высказывались о таком театре. Вообще, театральное искусство, оно является светским, оно не является церковным, но если театральная постановка проходит в приличных костюмах, если по содержанию там нет ничего антихристианского, тогда театральная постановка может быть терпима как светское явление, но не церковное, конечно. дочка, а как вы считаете, паломничество можно ли, допустим, встречать праздник Рождества Христова в паломничестве, где-нибудь в монастыре, или же все-таки лучше этот праздник оставить семейным? Я думаю, что можно и так, и так, в зависимости от того, как настроена семья, семья может решить для себя этот вопрос. Либо семья едет в паломничество, либо семья празднует Рождество Христово дома, побывав на богослужении в приходском храме. Здесь все индивидуально, здесь не может быть каких-то общих советов. И вообще паломничество, хотя является делом благочестивым, но оно не является обязательным, можно ни в какие паломничества не ездить, спасаться в своем приходском храме. Но если человек хочет участвовать в паломнических поездках, ради Бога, пожалуйста, человек может в них участвовать. Батюшка, время наше уже истекает стремительно, у нас осталось буквально минут пять. Может быть, несколько ваших еще пожеланий и наставлений, связанных с последними днями Рождественского поста. Как собрать себя после всех тех новогодних праздников, которые, так или иначе, все равно затронули наши души? В оставшиеся дни нужно постараться все-таки, насколько нам позволяют наши телесные силы стражить соблюдение телесной части Рождественского поста. Вы должны помнить, что телесный пост помогает нам бороться с нашими греховными страстями, то есть греховными навыками, которые глубоко коренятся в нашей природе. После грехопадения мы должны бороться со страстью чревоугодия и с другими страстями. В этом нам помогает телесный пост. А с духовной точки зрения, если есть возможность побольше посещать богослужения в храме, если такой возможности нет, то почитать в Священном Писании те главы, которые повествуют о Рождестве Христовом, особенно в Евангелии от Матфея, это первая и вторая глава, и в Евангелии от Луки вторая глава, и таким образом настроиться на празднование Рождества Христова. Также необходимо помнить, что за празднованием Рождества Христова последует праздник Богоявления, как уже говорилось, это в древности был один праздник, мы вспоминаем пришествие Бога в мир и в праздник Богоявления мы с вами будем молиться, вспоминая то, как Христос крестил Святой Анна в Вадах Иорданских, будем набирать Святую Воду, но также должны помнить, что не надо допускать тоже никаких суеверий, которые присущи и празднику Богоявления. С Богоявлением связаны суеверия, особенно со Святой Вадой, считают, что вода, набранная в сочельник, сильнее, чем в сам праздник, или наоборот, в зависимости уже от фантазии, хотя надо понимать, что вода освящается одним и тем же чином, является Великой Святыней, Агиасмой, которую мы принимаем в освящении души и тела. При этом мы должны помнить, что Святая Вода, она не заменяет собой Святое Причастие, Причастие – это соединение со Христом, Христос для того и пришел на землю, для того и воплотился, для того и родился от Девы Марии, чтобы нам дать возможность соединиться с собой и соединяемся со Христом в Таинстве Святого Причастия. Поэтому самое главное для православного христианина – это регулярно причащаться к Святых Христовых Таин, перед этим, конечно, очищая себя в Таинстве Покаяния. Это имеет силу и для дни Родиста Христова, и для всякого другого времени. Поэтому будем постоянно помнить, что, в первую очередь, для нас в Церкви важен Христос, мы должны искать в Церкви Христа, а со Христом мы соединяемся именно в Таинстве Причастия. Поэтому особое внимание советую обратить на подготовку к Причастию и на причащение Святых Христовых Таин. Батюшка, может быть, вы проанонсируете Божественную Литургию в вашем храме, как она будет совершаться и как до вашего храма добраться? В нашем храме 6 января будет совершена в 9 часов Та Божественная Литургия и после нее Рождественская Вечерня. В 17 часов будет совершено все ночное обдение на камне праздника Рождества Христова. Далее в ночь с 6 на 7 января в 0 часов будет совершена ночная Литургия праздника Рождества Христова. В 10 часов утра будет совершена поздняя Литургия праздника Рождества Христова. После поздней Божественной Литургии будет совершена праздничная постановка для детей. Добраться до храма Святых Хронопостольных Константина Елены Ливовселожской можно электропоездом со станции Финляндский вокзал доехать до станции Бернгардовка. Наш храм находится в непосредственной близости от станции Бернгардовка. Либо на 530-й маршрутке можно также от Финляндского вокзала доехать непосредственно до нашего храма. Спасибо, Господи, Батюшка. Благословите нас на прощание. Господь благословит. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в городе Всеволожске и Ирей Константин Горбунов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч и с наступающим Рождеством Христовым. Субтитры создавал DimaTorzok